Медиагруппа «Авангард» представляет Игорь, прошу вас Это вот утренняя разминочка, Сергей, полчаса Подержать планку, отжаться, потренироваться Все-таки у нас здесь будут другие способности Разговорный жанр Ну, хотя, если кто-то из спикеров будет готов эту планочку подержать Пожалуйста Да, главное не уронить планку Здесь вы абсолютно правы Ну, и это будут сегодня события Вот в этой сессии зрителями и участниками Которые, уважаемые зрители, к вам обращаюсь Вы станете непосредственно Потому что вы сможете участвовать и в обсуждении И задавать свои вопросы на платформе И делиться своими мнениями в чате Все это онлайн, все это в режиме реального времени Итак, это пленарное заседание СОК-форума Самое время представить наших экспертов Которые находятся также в нашей студии Прошу любить и жаловать Заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов Станислав, здравствуйте Добрый день, здравствуйте Директор департамента экономической безопасности ИТЭК Минэнерго России Антон Семейкин Доброе утро, Антон Здравствуйте Руководитель департамента кибербезопасности Альфа-банка Виталий Задорожный Виталий, приветствуем вас Также с нами сегодня первый заместитель Директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сечев Здравствуйте Поприветствовали наших уважаемых спикеров, экспертов и гостей И сейчас мы с Игорем Да, спасибо большое У нас, как вы слышите, в студии есть небольшое количество зрителей Ну а мы с Игорем сейчас Ведем в тему наших уважаемых зрителей Которые смотрят нас онлайн Обозначим основные вопросы Которые будем здесь обсуждать В течение ближайших 60 минут Тема нашей встречи Новый мир и безопасность Или новая безопасность в новом мире В чем дело, спросите вы? А дело в том, что во всем мире система отношений Общества, государства, бизнеса По большому счету, извините меня за это выражение Но она закачалась под ударами пандемии Попытки откатить мир к прежнему состоянию Скорее всего обречены на провал Давайте будем откровенны Он уже никогда не будет таким, как был раньше Не таким, как год назад он не станет Да, Игорь? Здесь вы согласны, наверное Да, Сергей Но я бы посмотрел на эту ситуацию чуть глубже Ведь изменения мира Они не только под ударами Как вы сказали, пандемии Мне кажется И это цель нашей сегодняшней дискуссии Чуть глубже в эту проблему посмотреть Ведь на фасаде, да, у нас пандемия Но за фасадом есть гораздо более сложные и глубокие процессы Где-то, может быть, это определенная экономическая турбулентность Где-то внешнеполитические вызовы А в ряде случаев это действительно такой, может быть, шаг в серьезную цифровизацию Который обострил, высветил новые угрозы и риски О которых мы сегодня поговорим И, конечно, уникальность сегодняшнего момента очень серьезная Мы сейчас, мне кажется, по моим оценкам находимся на таком тектоническом сдвиге Но чтобы понимать, куда двигаться дальше Нам нужно понять, сформулировать, а что же произошло Что является теми драйверами, факторами развития И сегодня это цель нашей дискуссии Я хочу со своей стороны поприветствовать спикеров Поприветствовать гостей в студии Конечно, очень здорово, что сейчас все-таки нам удалось провести это мероприятие Мы его проводим, что есть гости в студии У меня недавно маленькое отступление Недавно была пресс-конференция Я был один в своем кабинете Три камеры Сидел только техник, который настраивал эти камеры И на третьей минуте моего выступления Он увидел, что все работает и заснул И у меня был час общения просто с тремя камерами Конечно, онлайн это очень своеобразная история Но я хочу вас поприветствовать И давайте, Сергей, начнем Да, и давайте не засыпайтесь Тем более, что разминка у нас была И мы переходим к серьезным вопросам Обсудим основные моменты нашей дискуссии И дадим слово сейчас каждому из присутствующих Ну и помимо всего прочего Мы приглашаем и вас, наши уважаемые зрители Пишите в мегачат, делитесь мнением И давайте переходить к обсуждению Игорь, вам бразды правления отдаю с удовольствием Но никуда не исчезают Спасибо большое Я хотел первый вопрос нашей дискуссии задать Станиславу Константиновичу Станиславу Константиновичу, как вы оцениваете вот эти вот изменения Что произошло в стране, что произошло в мире И главное, как это отражается на нашем кибербезопасном пространстве С вашей точки зрения, что поменялось? Игорь, спасибо большое Всем доброго утра и хорошего дня Сегодня начало зимы Как вводится у нас в России, в декабре подводят итоги И в этом смысле форум, сокфорум тоже очень важен Потому что уже можно оглянуться назад и подвести какие-то итоги Нашей стабильности, либо нестабильности Угрозы управления киберисками И вообще оценки ситуации в области кибербезопасности в России Тема очень важная Я хотел бы, конечно же, поблагодарить организаторов За то, что вы вообще решились обсуждать эту тему Вообще сокфорум стал сегодня неким уже, может быть, даже стандартом Может быть, уже каким-то брендом И под словом сок для большинства граждан нашей страны Это, собственно говоря, термин не очень понятен Но сегодня мы в нем понимаем, конечно же, способность управлять киберрисками И сегодня фактически любая компания, современная компания Либо должна иметь свой сок То есть центр управления киберрисками Или центр киберзащиты Или центр мониторинга безопасности Либо пользоваться услугами С внешнего рынка Подобного центра Если не иметь управления подобными рисками То, по сути, может произойти непоправимое Уровень кибермошенничества сегодня, к сожалению, растет И тот год, на который мы оглядываемся уже назад Который был связан и связан до сих пор с пандемией С реагированием мирового сообщества на сложившуюся ситуацию Связан, конечно же, как одним из таких принципиальных характеристик С значительным ростом киберпреступности в мире и в России Фактически, по ряду признаков мы сегодня можем утверждать Что именно благодаря пандемии, в кавычках Сложилась некая новая преступная отрасль Она имеет все признаки, очертания И ее сегодня можно характеризовать как уже отрасль Которая сегодня сложилась, по крайней мере, на территории Российской Федерации Или вокруг территории Российской Федерации Но угрожает нашему государству, России, угрожает нашим гражданам Обратите внимание, фактически каждый 12-й звонок сегодня 11-й, 12-й звонок любому гражданину России Это либо спам, либо звонок мошенников Обратите внимание на то, что уже в день сегодня Мы смело признаем, что не менее 100 тысяч звонков по телефону Это звонки мошенников нашим гражданам Обратите внимание на то, что по нашим данным По линии нашей компании, Сбербанка Мы уже только в этом году получили не менее 3 миллионов жалоб со стороны клиентов На то, что им звонят мошенники Что были попытки украсть деньги с их личных счетов И ситуация эта не может не волновать Если сравнивать перспективу, например, оглянуться назад в 2017 год То рост кибермошенничества составляет в 30 раз Немыслимые цифры А если оглянуться на год назад То эта статистика выросла не менее чем в 2 раза И как мы реагируем? К большому моему сожалению У нас реагирование не изменилось И происходит фактически на том же самом уровне Именно бренд СОКа, именно СОК как компетенция Конечно же должен сыграть особую роль в реагировании Нам представляется, что признаки национального бедствия Которые сейчас уже появились с точки зрения противодействия кибермошенничеству Или не противодействия кибермошенничеству Говорят о том, что нам сегодня все вместе надо принимать беспрецедентные меры защиты Беспрецедентные меры противодействия Речь прежде всего идет, конечно же, о том, чтобы мы могли правильно анализировать ситуацию Мы могли правильно управлять рисками Мы могли вместе с государственными институтами внести предложение о том Что нам необходимы меры по резкому противодействию мошенничеству и киберпреступности в стране Такого разгула кибермошенничества и киберпреступности не было никогда И, конечно же, экспертное сообщество сегодня в открытую заявляет о том, что необходимо укрепить законодательство Необходимо ужесточить меры противодействия, включая наказание за те преступления, за которые сегодня у нас по ряду статей всего-навсего штрафуют И, честно говоря, и по 183 статье это утечка информации И по 273 статье это разработка так называемых вирусов, программного обеспечения Когда можно воровать деньги этим преступникам Наказания излишние, небольшие И, честно говоря, я слышал не раз от своих коллег, что надо ужесточить наказание Вплоть до 10 лет лишения свободы по этому виду преступлений Что такое на самом деле сегодня современный сок? Современный сок это большой организм, который управляет различного рода рисками И в этом механизме есть несколько модулей Есть, собственно говоря, модули, которые отвечают за безопасность всех существующих систем Которые реагируют на любые отклонения, на любые изменения, которые фиксируются в технологиях Есть модули, которые сегодня управляют рисками, связанные с клиентским сервисом Есть сегодня модули, которые занимаются поиском Или, как сегодня принято говорить, разведкой новых угроз И автоматизированным реагированием на эти угрозы Есть модули, которые отвечают сегодня за безопасность наших систем с точки зрения возможных утечек И про утечки я сегодня хочу поговорить отдельно Или сказать отдельно Речь идет прежде всего о том, что именно в условиях пандемии Появился новый формат работы Удаленный формат работы Большое количество наших коллег перешли на работу из дома Были мы готовы на работу из дома? С одной стороны, да У нас все необходимое имеется для этого Но были ли у нас достаточные средства защиты для организации в удаленном формате? Многие компании, признаюсь, столкнулись с большими проблемами Именно тогда, когда сотрудники стали, например, испытывать, когда у них стали зависать компьютеры И они не понимали, что происходит дедос-атака На их компьютеры для того, чтобы своровать данные И, по сути, управление этими рисками стало происходить, что называется, с колес И, честно признаться, крупные компании, конечно, достаточно легко перешли на этот формат работы И стали управлять этими рисками Особенно те компании, которые использовали систему противодействия утечкам И, в частности, при поддержке наших партнеров, компании Ростелеком Мы в этом году внедрили, собственно говоря, очень такую масштабную платформу DLP-платформу, которая сегодня управляет невозможностью утечек из систем банка И из систем наших сотрудников И мне кажется, что вот в этом смысле Это такой хороший пример сотрудничества компании Когда могут появляться отечественные продукты Значительно более эффективные, чем подобные примеры на Западе И в заключение хотел несколько слов сказать на самом деле о соке Каким он должен быть, каким он был, каким он сегодня является В нашем понимании мы можем говорить о четырех поколениях соков для России Первое поколение мы относим, например, к 2016 году Когда фактически появились первые соки, которые начали работать достаточно эффективно Хеджировать риски, управлять этими рисками, предотвращать атаки И в тот период, например, сок Сбербанка с гордостью заявлял о том Что мы научились мониторить примерно 200-300 миллионов риск событий в сутки Для нас это было тогда, в 2016 году, немыслимая цифра Но это производилось прежде всего с ручной поддержкой С поддержкой тех людей, которые управляли этими системами Второе поколение соков, мне кажется, для России Относилось уже к 2018 году Когда впервые стали появляться высокого уровня профессиональные автоматизированные системы Именно благодаря автоматизации произошло изменение Вообще, такой платформенных решений у соков И соки стали значительно больше повышать свою эффективность В тот период мы уже мерили цифры риск мониторинга, риск событий в миллиарды В несколько миллиардов И для нас это был новый этап, новой гордости, в хорошем смысле слова Третье поколение, это уже, наверное, соки, которые сегодня научились реагировать В автоматизированном режиме на любые угрозы На те угрозы, которые мы сегодня обсуждаем по видам преступлений И эти соки сегодня, на самом деле, составляют основу противодействия Основу противодействия преступлениям кибермошенничества Сегодня сок Сбербанка научился анализировать в сутки 38 миллиардов риск событий Эта цифра, конечно, не поддается То есть люди, коллективы, не способны за сутки проанализировать такое количество риск событий И что нас ждет завтра? Нам представляется, что сок, являясь основой киберустойчивости Управление киберрисками уже к 23-му года, конечно же, будет другим Это будет уже некий фьюжн-центр Это будет уже, конечно, киберфьюжн-центр, который будет управлять разными видами рисков Не только киберрисков, но и информационными рисками Рисками управления процессами Процессами, может быть, по смежным направлениям деятельности из других бизнес-направлений И это будет центр, который в себе объединит возможность противодействия, например, деятельности одной большой компании или даже отрасли Вот наше видение заключается в том, что если в стране будут создаваться подобного рода центры с подобной компетенцией То мы все вместе, объединяя усилия, сможем точно противостоять киберпреступности И не только противостоять, но и победить киберпреступность в нашей стране Спасибо большое Спасибо большое, Игорь Я, с вашего позволения, зачитаю один из вопросов, который наша аудитория написала На мой взгляд, очень интересное видение Константин Завистовский нам написал А почему мы всегда на шаг позади кибермошенников? И были ли попытки привлечь на сторону борьбы с мошенниками самих мошенников? Очень хороший вопрос, спасибо большое Вы знаете, крупные компании себе позволяют такое сотрудничество И предлагают даже как вид услуги попытаться взломать Либо найти уязвимость в своих системах И на самом деле крупные компании сотрудничают с некими, условно говоря, как мы называем, белыми хакерами Которые, собственно говоря Что такое белые хакеры? Белые хакеры это те, кто фактически ищет уязвимости в системах безопасности И они не работают, скажем так, с мошенничеством, с преступностью Но белые хакеры, собственно говоря, сегодня могут помочь обнаружить различного рода уязвимости И помогать улучшать безопасность компании В этом смысле Сбербанк сотрудничает с такими командами Спасибо большое А почему мы на шаг позади? Вот это очень хороший вопрос Ну, на самом деле, мне кажется, мы на шаг позади Потому что мы, как все вместе, да, в нашей стране не имеем должной оценки происходящего И не имеем возможности все вместе делать правильные выводы и смотреть на шаг вперед И управление этими рисками, к сожалению, у нас в стране происходит по остаточному принципу К сожалению, в том числе на уровне государственных институтов Несмотря на то, что правоохранительные органы сегодня значительно улучшили свою эффективность По розыску кибермошенников Тот рост, который сегодня происходит в преступности Фактически нивелирует вот эти заслуги правоохранительных органов Потому что рост киберпреступности за три года в 30 раз Это беспрецедентная цифра Вот у меня в этой связи вопрос Вы очень интересную мысль сказали про изменение ландшафта Про рост киберпреступности Причем такой драматический по цифрам Какова роль государства в этом смысле? Потому что сейчас мы, если смотрим на области жизни за рамками кибербезопасности Сейчас, особенно в условиях пандемии, роль государства регулирования, управления возрастает Как вы считаете, какова роль государства в борьбе с киберпреступностью И только ли усилия правоохранителей должны быть, чтобы противостоять такому уровню угрозы? Спасибо за вопрос Тоже очень важный вопрос Мне кажется, что мы здесь тоже имеем большую зону развития для того, чтобы управлять стандартами Нам не хватает единых стандартов для того, чтобы мы все вместе одинаково воспринимали эти угрозы И одинаково боролись с этими угрозами Это касается, прежде всего, то, что мне знакомо, это касается, конечно, банковской отрасли Спасибо большое, Станислав Константинович Игорь, я позволю себе задать вопрос Что специалисты вашей компании с точки зрения изменения ландшафта киберугроз за последний год могут сказать? Как это все изменилось? Да, с моей точки зрения, действительно, ландшафт изменился Произошло очень серьезное расслоение вот того кибер-темного мира, который нам противостоит И сейчас мы очень четко видим, с одной стороны, да, рост вот таких вот условно простых мошеннических атак Направленных на кражу, хищение денег, персональных данных у физических лиц Второе, мы, конечно, видим рост кибер-группировок с направленностью на монетизацию Это такой вот условно средний уровень, когда группировка использует коммерческий инструментарий по атакам на компании Понятно, их целями являются банки, e-commerce, вот то, где им возможна такая монетизация Но появился очень серьезный третий слой кибер-угроз, кибер-атак, группировок Мы их условно называем, это либо кибер-наемники, либо группировки, действующие в политических интересах И спонсируемые иностранными государствами И, конечно, их целью уже является ни разу не монетизация, не коммерциализация их деятельности Их целями являются объекты критической информационной инфраструктуры Эти атаки не исчисляются сотнями, тысячами и так далее Это атаки единичные, очень профессиональные Вот мы оценивали стоимость одной такой атаки Она примерно, ну, мы же видим, какой инструментарий используется, как работают ребята Это очень круто, это очень круто, и стоимость одной такой атаки превышает полтора миллиона долларов И понятно, что противодействие такому уровню угрозы сейчас для нас всех является очень серьезным вызовом Да, я думаю, самое время перейти к выступлению нашего следующего спикера Игорь, вам снова карты в руки, да, для того, чтобы его представить и задать направление Хотел задать, Виталий, тебе Ты в своей деятельности очень близок к бизнесу Вот мы сейчас первую часть погрузились чуть больше в технику, в технологии, в кибермир Но мы же не работаем не ради самих себя Есть бизнес, который мы защищаем Мне кажется, что сейчас тема киберугроз, кибербезопасности Она поднимается уже на уровень руководителей компаний, на уровень руководителей бизнеса Но что-то мне подсказывает, что мы, безопасники, не умеем с ними разговаривать Обычно, когда руководитель задает вопрос о кибербезопасности, ему начинаешь отвечать А он не этого ответа от тебя хочет Виталий, поделись опытом Что хочет бизнес от нас, от безопасников? Ну, бизнес хочет ясности, понятности, адекватности восприятия рисков кибербезопасности Если смотреть, к примеру, на программу осведомленности Некоторое время назад программы осведомленности по кибербезопасности были направлены на сотрудников Потом мы поняли, что этого хорошо, но мало И сейчас у нас программы осведомленности направлены на наших клиентов, чтобы посчитать социалку А теперь мы переходим к следующему этапу Программы осведомленности для нашего топ-менеджмента Потому что бизнес хочет скорости Бизнес готов принимать риски Но он должен четко осознавать понятность этой игры И вот это вот самый сложный нюанс Потому что если сравнивать банки с производителями машин То есть машин много, они все прекрасно ездят, мерятся в скорости, это здорово А проблема безопасности, это вот такой нюанс А зачем нужен ремень, зачем нужны подушки безопасности? И это всегда немножко сложно Пока на дорогах чисто, нет напряженности, все ездят, ну и слава богу И ты не понимаешь, зачем эта избыточность, насколько она разумна И вот это вот распространение диалога, оно весьма сложно Но опять же, вот все банки, представленные на этой площадке Уже вот точно все это понимают Потому что в обоих банках кибербезопасность Это самостоятельные структурные подразделения Выделенные, обособленные и в праве свободного диалога Но насчет понятности, да, вот приведу как раз пример Мы регулярно встречаемся с SEO И как-то раз мы с руководителем IT При нем начали обсуждать нюансы микросегментации И как это влияет на безопасность У нас послушал, сказал, ребят, здорово Но я как будто поляков послушал Вы вроде нормальные ребята, говорите понятные слова И они, ну, вроде как наши Но я вообще не понял, о чем это Ну и вот сейчас со временем мы регулярно встречаемся Я вижу как трансформации подхода и понимания Потому что сейчас руководитель функции кибербезопасности Это даже так Это скорее бизнес-партнер правления и руководства компаний По кибербезопасности, чем руководитель своей функции То есть он отвечает за внешний интерфейс, за ясность И вот очень важно понятность не перепутать с простотой Чтобы мы случайно из ванной и ребенка вместо с водой не вылили Потому что тоже такой риск есть Потому что, ну, все-таки слишком все серьезно Не хочется быть, а мы подчас главные шоу-стоперы И для этого вот нужно именно меняться Функции как Скажи, пожалуйста, вот сейчас Если задать бизнес Я тоже являюсь руководителем компании И у меня есть руководитель информационной безопасности И диалог-то у нас примерно одинаковый Я задаю вопрос, а сколько нужно денег, чтобы, например, нас не взломали Дальше, ну, там, какой-то бюджет в зависимости от размера организации объявляется Миллион, там, сто миллионов, миллиард Ну, там, у каждого своя амбиция Дальше я задаю вопрос А вот если мы эти деньги потратим Нас точно не взломают? И начинается такое, знаешь, очень пространное рассуждение Про вероятность, которая может быть что-нибудь И в этот момент мне, как бизнесу, там, категорически не хочется платить За вот такую вот какую-то очень эфемерную функцию Которая снижает вероятность А в час икс кто-нибудь не установит какое-нибудь обновление И, там, систему ломанут Ну, в этом же все дело, в этом вся игра Объяснить полотно, что рвется там, где тонко И как раз пройти, что, коллеги, друзья Вот есть бейслайн Вот хошь, не хошь, вот его нужно в любом случае А все остальное это равновесная игра в риски и в бизнес-вэлью Потому что, так или иначе, бизнес содержит кибербезопасность И он должен понимать, за что платит Тут, к сожалению, нужно быть понятным, да Станислав Константинович Банк, Сбербанк Является очень большой, колоссальной структурой в масштабах страны 300 тысяч сотрудников И мне кажется, вот этот вот вопрос Сколько нужно тратить на информационную безопасность И как объяснить бизнесу, что эти расходы необходимы У вас должен стоять очень остро Смотрите, в этом смысле нам немножко легче Поскольку у нас есть достаточно профессиональная команда Которая занимается кибербезопасностью У нас есть и департамент кибербезопасности И несколько центров в регионе Которые занимаются вопросами управления киберисками Есть и компания, стопроцентная дочерняя компания Бизон, который занимается как раз бизнесом в области кибербезопасности И в общих цифрах наша команда составляет Вот всех вместе около 1200 человек Это достаточно большая команда Которая сегодня абсолютно ответственно относится к своим обязанностям Но отвечая на вас вопрос Хотел бы сказать, что существует KPIs Существуют некие обязанности В том числе и на стороне кибербезопасности Если ты расходуешь определенные средства на цели безопасности Ты берешь на себя обязательство Обеспечить защиту по определенным KPIs В этом смысле такие KPIs в Сбербанке тоже существуют И в том числе в отношении возможных убытков Либо отсутствия такого рода убытков Что касается международных стандартов Трат То общепринятая цифра составляет сегодня в районе 12-15% от бюджета IT То есть если компания тратит 12-15% от бюджета IT на кибербезопасность Такой стандарт примерно в мире Такие общие подходы экспертной оценки существуют в мире То это нормальная цифра для обеспечения нормального эффективного уровня кибербезопасности той или иной компании Мы тратим в своем бюджете значительно меньше на настоящий момент Ну и я знаю, что другие компании в России тратят, к сожалению, значительно меньше на эти цели И во многом теряют уже в бизнесе Ну могу вам в качестве примера сказать, что наши физические лица не клиенты Сбербанка А вообще экспертная оценка, в том числе наших коллег из других ведомств Могут потерять около 10 миллиардов рублей сегодня со своих счетов Фактически это ущерб кибермошенничества сегодня А компании сколько потеряли Вот эта цифра, она фактически неизвестна Но эксперты оценивают ее не менее 100 миллиардов рублей Не менее 100 миллиардов рублей могут потерять компании в 2020 году Юридические лица в Российской Федерации А какой убыток вообще экономики России может быть от этих действий? Вот эксперты называют цифру в районе 3,5 миллиардов, 3,5 триллионов рублей в этом году Может быть ущерб российской экономике от действий киберпреступности Но я напомню, что Путин недавно объявил о том, что убыток в 2021 году Мы не исключаем, что общий убыток мировой экономики может достичь 6 триллионов долларов в 2021 году Возвращаясь к бенчмарку по расходам на кибербезопасность Мне кажется, в России, дай бог, если в компании 3% от IT-бюджета тратится на кибербез Это прям хороший показатель Абсолютно Виталий, а скажи Как у Виталия, но вот примерно такие цифры, которые вы называете А вот этот вот подход к руководителю компании с рассказом, что Слушай, ну все тратят 3% от, неважно, оборота IT-бюджета, вот прям зайдет, как ты считаешь? Нет, нет, я считаю, что такие, ну смысл в таком разговоре Играв в проценты, как в best practice, нет Это неправильное построение разговора То есть нужно идти от бизнеса, от бизнес value, от того, что в конце концов мы защищаем в итоге наших клиентов Что невнимательность к этой части придет к тому, что в конце года, когда мы будем смотреть отток Мы найдем очень много жалоб на фронт, которые явились причиной этого оттока Вот это разговор А когда вот ссылаться на бенчмарки и рассуждать, что это способ выкрутить руки, нет Я считаю, что это не очень конструктивно Спасибо Да, есть у нас некоторое количество вопросов от наших уважаемых зрителей Почему уже много лет мониторинг, а не управление безопасностью? Наталья Милославская спрашивает Вопрос с подвохом Да, коллеги, мы часто говорим, да, функция мониторинга, а где реагирование? Ну это функция СОКа фактически Функция СОКа реагирования в том числе Ну, опять же, там я тоже немножко не запомнил вопроса Исходно, вот слово мониторинг очень часто использовалось, ну кроме контекста СОКа В контексте кибермошенников, как фронт-мониторинг Но, насколько я помню, и в Сбербанке, и в Альфа-банке Это функция называется управление предотвращением кибермошенничества, как раз не мониторинг Это как раз парадигма уже изменилась А я понял вопрос по-другому Что было название СОКа как центр мониторинга безопасности И вот это слово мониторинг кого-то из зрителей вело в заблуждение И все-таки реагирование это будет, либо не будет Ответ, да, будет СОКи должны заниматься реагированием Ну да, вообще говоря, там если расшифровать дословно Security Operations Center Это центр, да, операционного управления безопасностью И, конечно, там, отвечая на вопрос Мы точно не замыкаемся в одной функции Обнаружить Это действительно процесс обнаружения, реагирования Устранения последствий Это такая абсолютно замкнутая деятельность Которую невозможно разрывать на отдельные составляющие Еще один очень хороший вопрос Руслан Ложкин нам написал сейчас Нет ни в одном стандарте требований к ЦИСО Есть понятие лица ответственного Руководить работами по информационной безопасности И лица курирующего информационную безопасность Не проще ли совместить эти функции И определить его компетенцию и место в организации? Артем Михайлович, вы живо на это реагируете Да, потому что, смотрите Согласен, что сейчас таких требований нет Это определено исключительно по одной причине У нас пока нету профессионального стандарта Который бы это определил Соответственно, у нас сейчас в разработке Такой профессиональный стандарт есть Мы надеемся, что в середине следующего года Он будет зарегистрирован в Минтруде И после этого мы можем тогда уже реализовывать требования Непосредственно к той кандидатуре Которая занимается информационной безопасностью Это первый момент Второй момент про совмещение Вот совершенно точно такие вещи совмещать нельзя И только что, собственно, два наших уважаемых эксперта Очень наглядно это подтвердили Вопрос, собственно, в кураторстве в том, что куратор смотрит со стороны бизнеса А тот, кто руководит безопасностью Он исходит из необходимости, прежде всего, технических моментов Взаимодействия с другими подразделениями И такие вещи очень слабо между собой пересекаемые Спасибо большое за ваш ответ Игорь, у меня очень коротко, наверное, будет такой резюме Это часть выступления Вот на ваш взгляд, на ваш взгляд специалистов Вашей отрасли Насколько осведомленность о киберугрозах Позволяет или там способствует формированию Киберкультуры в современном обществе Потому что вот за время поднимения руки Мы мыть уже научились более-менее часто А что касается вот, собственно, информационной безопасности С этим пока туго Да, на самом деле это очень важное и нужное движение С одной стороны, никто не отвечает за свою безопасность, кроме тебя самого То есть тебе могут давать инструменты Тебя могут давать какую-то помощь, подсказки Но за свою безопасность, это аксиома, отвечаешь ты сам А второй момент, что сейчас осведомленность населения Осведомленность людей о киберугрозе Она очень важна Вот по каким причинам? Их две Первое Если ты достаточно трепетно относишься к защищенности себя В киберпространстве, что называется, дома На своем личном уровне То, очевидно, этот рефлекс, ты несешь это поведение Ты несешь и в компанию И в этом смысле компания становится более защищенной А второе, на мой взгляд Осведомленность населения в вопросах кибербезопасности Она во многом будет являться драйверами И катализаторами повышения защищенности тех услуг Которые предоставляются физическим лицам Защищенности мобильных банков Защищенности е-коммерса, который предоставляет услуги И если само население выступит таким Справедливым требователем именно защищенных услуг То дальше для игроков рынка Например, Виталий, поправь меня Банковских услуг Это будет определенный дифференциатор в конкуренции У кого мобильный банк более защищенный Более защищенный от мошенничества, от киберугроз И в этом смысле я считаю, что вот Вложение усилий наших, Сбербанка, всего рынка В повышение осведомленности населения Это будет являться таким очень правильным движением Действительно к оздоровлению ситуации в киберпространстве Игорь, я добавлю просто к тому, что ты сказал К ответу, который раз был у Станислава Константиновича Насчет шаг впереди, шаг позади Технически мы все прекрасны Атакует самое слабое звено Это человек 90% мошенничества, социальная инженерия Мы, может быть, безупречны И в машинном обучении, и в скоринговых моделях В явлении аномалий, но бить начнут оттуда И поэтому ты абсолютно прав Давайте переходить к следующему вопросу К обсуждению его Игорь, вам снова карты в руки Для того, чтобы представить нашего следующего спикера И опять дать ему вектор и направление Хорошо Артем Михайлович, хотел к вам обратить вопрос Сейчас мы уже на эту тему начали заходить Начали обсуждать вопросы мошенничества Вот в июне этого года в Госдуме Председатель Банка России Эльвира Набиулина Представила отчет, в котором отмечался Трехкратный рост мошеннических операций За первые месяцы активной коронавирусной нашей изоляции С марта по май Артем Михайлович, как изменился вот сейчас этот ландшафт? С чем это связываете? Ну, надо сказать, что за последнее время Слава Богу, у нас злоумышленники слегка успокоились Но действительно, начало этого года Это привело к тому, что как минимум звонков Обзвонщиков, которые звонят от имени якобы службы безопасности Какого-то банка или от представительства Какого-то финансовой организации Увеличилось почти в 200 раз Причем из того объема телефонных номеров Которые мы получаем по разным каналам И как финцерт в рамках информационного обмена И как центральный банк, работая с обращениями граждан Мы понимаем, что 90 с лишним процентов этих телефонных номеров Это телефонные номера поддельные То есть фактически идет подмена телефонного номера И на самом деле даже блокировать нечего Смысл блокировки полностью отсутствует Поскольку злоумышленники звонят, используя обычную телефонию Используя IP-телефонию Используя программу подменным номером Но я бы обратил внимание на другое Что на самом деле является очень важным моментом За последнее время у нас часть злоумышленников Ушла от обычных обзвонов В сторону анализа тех проблем Которые есть в системах информационной безопасности банков С точки зрения взаимодействия между клиентом и банком За последнее время несколько кейсов Которые мы разбирали И информационные бюллетени от нас улетали В сторону наших участников информационного обмена Очень наглядно это доказывает Собственно это один из уроков пандемии Которые нам придется учить очень быстро И чем быстрее мы его выучим Тем надежнее будут защищены наши участники финансового рынка В чем он заключается? Он заключается в том, что Поспешность выведения на рынок финансовых продуктов Поспешность выведения на рынок сервисов Без учета требований безопасности Без учета самых элементарных мер Которые должны соблюдаться в части программирования Приводят к тому, что эту дырку очень быстро находят И дальше начинаются замечательные вещи В виде того, что например Там пользователь заходит под своим именем Но платит с чужих счетов Или иные варианты вот таких вот событий Приводят к тому, что крайне-то оказывается Собственно Даже не банк, а потребитель На это я бы действительно внимание обратил И понимаю, что То есть наблюдая всю историю развития Атак на финансовую отрасль Могу сказать, что это проба пера И года через два, через три Это будет действительно пиком Поэтому центральный банк считает необходимым К этому начинать готовиться уже прямо сейчас Несмотря на то, что базовые требования Для финансовых организаций установлены Но очевидно, этого будет недостаточно То есть у нас идет впереди эпоха Open API У нас идет впереди эпоха экосистем И это та проблема с точки зрения информационной безопасности Которую пока сейчас никто решать не собирался Нам придется ее решать Это один из уроков пандемии Второй урок пандемии заключается в том, что Финансовые организации внутри себя практически все были готовы К переходу на удаленный режим работы У нас по нашей оценке Порядка 70 с лишним процентов Банков и вообще финансовых организаций Перешли фактически бесшовно Что им требовалось? Им просто требовалось увеличить масштаб Тех мощностей, которые для этого использовались Но что важно? Важно, что при этом не все подумали о том Насколько персональные данные клиентов Которые тем не менее попадают на рабочие станции удаленные Защищены И это второй урок, который нам придется учить И опять же учить достаточно быстро Ну и третья тема Которая не совсем связана с пандемией А связана вообще с финансовым миром Заключается в том, что Да, действительно, нам как центральному банку Надо существенно перестроить свое внимание К тем вопросам, которые мы регулируем И которыми мы управляем С точки зрения информационной безопасности За последние полтора месяца Мы опробовали такой вариант, как киберучения Причем в этих киберучениях участвовали очень крупные банки Да, это пока вариант таких командно-штабных учений Но тем не менее мы постарались на них отработать Элементы взаимодействия не только банка внутри у себя Но и взаимодействия банка с центральным банком Банка центрального банка И других участников финансового рынка И честно скажу, нам есть над чем работать Причем работать и на стороне банков И на стороне центрального банка Да, вот хотел бы тоже обратить внимание Что знаете, как было написано у Булгакова Не читайте до обеда советских газет Где написано, что финцерт прекратил свое существование Да, да, это был Артем Михайлович Мой вопрос Не сочтите его провокационным Что случилось? Нет, нет, нет Вот это как раз один из моментов Что называется один из уроков пандемии Нам У многих организаций иногда приходит момент Когда нужно вносить некоторые изменения Не только в работающую структуру Но и в те команды, которые этим занимаются Вот такой, собственно, момент и произошел И мы рассчитываем на то, что обновление То, что иной подход к обработке тех данных Которые мы получаем Иной подход к реагированию на инциденты Он во многом поможет и финансовой отрасли И центральному банку как регулятору Вот основные моменты, на которые хотел бы обратить внимание Артем Михайлович, а как вы считаете Вот все-таки такой Сейчас, ну, не хочу сказать, что есть дилемма Но тем не менее Вот мы можем идти некоторым общегосударственным путем Давайте сформулируем требования К обеспечению кибербезопасности В рамках всего ландшафта отраслей государства А можем идти по пути, ну так, создания Каких-то отраслевых вот таких вот инициатив Центров управления кибербезопасностью Возглавляемых вот отраслевым регулятором Какой путь, с вашей точки зрения, правильный? Как надо двигаться? Значит, путь, который 100% был бы правильный И это показывает мировой опыт Это иметь некий координирующий орган в лице государства И дальше отраслевые центры, которые у себя непосредственно в отрасли Организуют эту работу Это работает во многих странах мира Работает очень хорошо И мы считаем, что это самая основная проблема С точки зрения построения информационной безопасности В масштабе государства Которое сейчас имеет смысл обсуждать Выстраивание единых подходов для всей страны Для всех субъектов Честно говоря, это путь в никуда Финансовая отрасль слишком сильно отличается от отрасли ТЭКа Отличается от атомной промышленности Или от железнодорожного транспорта Те особенности, которые есть у нас Как правило, нет у них И наоборот Выстраивать, чесать так всех под одну гребенку Можно Но это скорее будет отдавать профанации У меня буквально реплика На самом деле, Артем Михайлович очень важную тему поднял Связанную с подменой номеров Представим себе, чтобы такой функции не было Как бы изменился ландшафт киберпреступности? Да, конечно бы изменился И не в разы, а в тысячи раз Конечно бы изменился И появились бы новые возможности у правоохранительных органов Вопрос, почему мы это не делаем? Я хочу адресовать этот вопрос К ведомствам соответствующие Которые за это отвечают В августе месяце создана рабочая группа Вы думали, мы куда-то продвинулись за эти 4 месяца? Никуда мы не продвинулись за эти 4 месяца Как есть проблема в нашей стране Подмена номерных этих номеров, знаков 99% всех телефонных звонков Артем Михайлович прав Совершается с подменой номера Можем решить проблему? Можем Вопрос, почему не делаем? Да, справедливо Сейчас, как-то отвечу Как присутствующий там постоянно На этой рабочей группе Вам везет, вы присутствуете Я отсутствую Основной вопрос Он, как всегда, лежит в сфере бизнеса К сожалению, для большинства телеком-операторов Это проблема финансового плана Даже не в плане того, что они должны будут деньги заплатить за то, чтобы какое-то оборудование появится А почему наши граждане должны за это платить вот таким способом? А скорее, могут потерять деньги по трафику Поэтому мы здесь с вами находимся, собственно, на одной стороне И предпринимаем огромное количество усилий для того, чтобы на уровне соответствующего министерства было понимание, что эту проблему надо решать не только разговорами, но и конкретными изменениями в законодательстве А нам есть чего предложить И вам тоже есть чего предложить Наши мысли, и не только, соответственно, там, вашего банка и других банков, они очень схожи И технологии там, в общем, понятно, что делать Но и к этому надо добавить и технические определенные моменты Потому что, безусловно, бороться с телефонным спамом можно И даже, наверное, нужно Но это не решает нашу с вами проблему Причем в широком смысле слова Это не решает проблему граждан Которым звонят Сейчас наша дискуссия может углубиться еще дальше И мы выйдем за все рамки пределы А у нас есть еще один вопрос Еще одна грань, которую хотелось бы обсудить Это, конечно же, ТЭК и электроэнергетика Правильно, Игорь? Да, я хотел, Антон Юрьевич, адресовать свой вопрос к вам Сейчас ТЭК является, ТЭК, особенно электроэнергетика, является одной из таких ключевых и значимых отраслей в обеспечении, в жизнеобеспечении И, конечно, вот эти вот вопросы критической информационной инфраструктуры, защиты, защиты электроэнергетики Очевидно, и появляются на радаре тех киберугрозка, о которых мы сегодня говорим Как отрасль реагирует на эти новые вызовы? Антон Юрьевич Да, Игорь Валентинович, спасибо за вопрос Что хотелось сказать Мы, Департамент экономической безопасности в топливно-энергетическом комплексе, Министерство энергетики, не являемся, скажем так, публичной организацией Наша деятельность в основном носит закрытый характер Ну, то, что можно сказать, я, конечно, сейчас отвечу Да, обычному обывателю, ну, обычный обыватель в основном сталкивается с киберпреступностью Посредством взаимодействия с различными финансовыми институтами Как вот вы сейчас видите, здесь в основном представлены эксперты из финансовых учреждений При этом никто не задумывается о том, что, как правильно вы сейчас сказали, что электроэнергия – это социальный товар Это свет в домах, это обеспечение социальных учреждений электричеством и работы, соответственно, оборудования Это тепло в домах, ну, и можно продолжать и продолжать Для того, чтобы это все функционировало, конечно, объекты критической информационной инфраструктуры, принадлежащие субъектам электроэнергетики, должны быть защищены, в том числе, конечно, от кибератак И в последнее время мы видим, что такие атаки участились, и этому нужно, конечно же, уделять надлежащее особое внимание Вот, что делаем мы? Ну, департамент наш молодой, в 2019 году его только создали Не случайно в департаменте экономической безопасности объединены четыре важных ключевых направления министерства Такие, как мобилиционная готовность, тоже закрытая тема, это антитеррористическая защищенность, скажем так, в общую безопасность объектов топливного аналитического комплекса Это отдел профилактики правонарушений И, соответственно, о чем мы сегодня говорим, это, конечно, отдел кибербезопасности, отдел информационной безопасности Сегодня также поднимался вопрос о том, что каким образом себя защищать Это нанимать кого-то или, соответственно, самим оказывать эту услугу Министерство пошло по пути, конечно же, самим себя защищать Но это касается министерской инфраструктуры и подведомственных организаций При этом действительно сейчас очень остро стоит вопрос, каким образом нам защищать объекты критической информационной инфраструктуры Субъектов электроэнергетики Да, это дискуссионный вопрос, это обсуждение Это пойти по международному опыту саморегулирования Или все-таки пойти по пути регулирования Но это актуальный вопрос И на сегодняшний день мы понимаем, что его нужно решать Решать его путем внесения изменения в нормативные правовые акты Есть такие уже подходы Но это вопрос диалога Диалога организаций топливно-энергетического комплекса и регуляторов В том числе Министерство энергетики В части отраслевого регулятора по вырабатыванию государственной политики В области топливно-энергетического комплекса Сейчас мы активно проводим мероприятия Вы уже знаете, да? Мы завершили категорирование организаций В некоторых случаях, конечно, не до конца Но в основном, да, завершаем категорирование И сейчас важнейший этап Это, конечно, построение систем информационной безопасности Объектов критической информационной инфраструктуры В электроэнергетике в том числе Да, мне кажется, вот здесь, говоря про электроэнергетику Это, наверное, такая вторая отрасль Вот кредитфинансовые организации электроэнергетика Которые друг от друга неотделимы Это единый взаимоувязанный организм Генерация, сети, сбыты Это все единое целое И когда мы говорим про кибервоздействие На такие инфраструктуры Они, очевидно, будут носить комплексный характер И должен быть такой вот отраслевой регулятор Который увидит, что это атака комплексная Идущая на отдельные объекты электроэнергетики Принадлежащие разным компаниям И в этом смысле мне Вот то, что мы обсуждали И с Артемом Михайловичем Очень идея кажется созвучной Про именно такую отраслевую специализацию Обеспечения кибербезопасности Да, Игорь, я буквально ремарка минутная Действительно, почему электроэнергетика Почему затронут именно это направление Топлоэнергетического комплекса Потому что мы видим Это исторически так сложилось Специфика рынка Взаимосвязь объектов Производящих электрическую энергию Это объекты генерации Взаимосвязь, соответственно, системного оператора Который регулирует перетоки этой электрической энергии Это компании Россети И иные сетевые компании Которые обеспечивают передачу этой электрической энергии И непосредственно с бытовыми организациями С которыми сталкиваются как раз граждане Это продажа этой электрической энергии И они все, вот эти субъекты электроэнергетики С собой, между собой непосредственно связаны И атака на один из субъектов Может повлечь, соответственно, на нарушение безопасности Работы другого субъекта электроэнергетики И, конечно, здесь эти направления нуждаются В государственном регулировании Один вопрос от наших зрителей Если можно коротко, буквально одну минуту на него потрать Можете поделиться данными о том, кто обычно атакует российские энергетические компании Каковы их мотивы? Некто Яков Шпунт нам пишет Знаете, ну... Яков Шпунт это журналист Понятно Обычно это не обыватели Это не тот блок преступников Которые пытаются похитить денежные средства Сталкивающиеся с финансовыми учреждениями Это определенные серьезные группировки В том числе это группировки, которые находятся за рубежом Это довольно подготовленные профессиональные участники Поэтому к их атакам нужно готовиться очень серьезно Спасибо большое за ваш ответ Игорь, я думаю, что надо подводить итоги У нас совсем немного времени остается Да, такое резюме нашего разговора Да, мне наш разговор очень понравился Обычно пленарки, которые мы делаем на СОК-форуме Это двухчасовые основательные диалоги Сейчас мы специально сделали ее такой компактный, быстрый, интересный обмен мнениями И мне кажется, что он получился Конечно, если мы говорим про изменение ландшафта киберугроз Он меняется не под действием пандемии Пандемия, может быть, стала некоторым катализатором, таким спусковым крючком Конечно, серьезные изменения в ландшафте IT-систем Цифровизация, проникновение информационных технологий Вглубь систем управления предприятиями, управления бизнесом Управление государством выводят киберугрозы на новый уровень И как в начале 20 века появление автоматического оружия Изменило весь ход боевых действий и войн Точно так же сейчас, на мой взгляд, и здесь Станислав Константинович очень правильно это отметил Идет недооценка той степени влияния, которая может происходить из киберпространства На страну, на политические процессы и на нашу национальную безопасность Конечно, такое обсуждение, как у нас сейчас получилось, оно очень важно Потому что только в кооперации, во взаимодействии, в обсуждении на профессиональном уровне вот этих вот проблем Могут появляться ответы на вызовы и на те вопросы, которые нам сейчас диктует современное время Игорь, спасибо вам большое, хочется сказать и поблагодарить вас за правильные вопросы И за модерирование, и за ваши комментарии Ну а мы, естественно, говорим спасибо Игору Липунову и провожаем вас Спасибо большое Ну а я, зовут меня Сергей Краснов, напомню, что сразу после этого блока вас ждет приготовление сока жизни А далее сок-каст, это профессиональная прожарка И, конечно, многое другое тоже в нашей прямой трансляции Не забывайте пользоваться платформой, посещать виртуальные стенды Ну и попробуйте посмотреть выступление на нашем втором канале Ну а сейчас я передаю слово нашему комментатору Спасибо Я позволю себе выступить в качестве адвоката дьявола И, несмотря на те положительные слова Игоря о том, что пленарка получилась очень свежей, живой, короткой и полезной Все-таки выскажу определенную критику Я не услышал ничего нового с точки зрения того, что произошло за год И да, ландшафт угроз меняется, да, пандемия Но что у нас происходит с точки зрения соков? Почему на мероприятии, на пленарной секции отсутствуют два ключевых, на мой взгляд, регулятора Это ФСБ или НКЦКИ и представители ВСТЭК, которые могли бы сказать, что произошло Именно с точки зрения сокостроения, с точки зрения регулирования вопросов соков, персонала Требований к сокам, требований к реагированию на инцидентов с их точки зрения Получается так, что за год практически либо ничего не изменилось, либо им сказать нечего И это печальная история И вся, собственно, пленарка, на мой взгляд, показала, что, в общем-то, много правильных слов Но совершенно не всегда раскрывающих суть центров мониторинга Суть той деятельности, которой занимаются зачастую подопечные представленных регуляторов Да, прозвучала очень позитивная новость о том, что Финцерт не исчезает, просто переформатируется Но вот, например, меня удивило выступление представителя Минэнерго, который ни слова не сказал про создание энергоцерта Который сейчас обсуждается в отрасли и уже на финишный прямой данный вопрос И это будет еще один центр, в который будет стекаться информация об инцидентах Именно из области энергетики и кому, как ни представителям Минэнерго, знать об этой информации Что, в общем-то, тоже достаточно странно, с одной стороны Но, с другой стороны, мы все привыкли, что регуляторы у нас зачастую находятся где-то в облаках В переносном смысле этого слова И не всегда знают, что происходит внизу, собственно, у своих подопечных организаций Выступления заказчиков и Альфа-банка, и Сбербанка, как всегда, были правильные Но здесь тоже, к сожалению, не прозвучала какая-то конкретика Или тот опыт, который можно было бы перенять со стороны остальных участников Которые смотрели нашу сегодняшнюю пленарную дискуссию Я надеюсь, что на антипленарке, которая также пройдет сегодня в этом потоке, но чуть позже Мы сможем узнать чуть больше интересного, чуть более провокационного Чем это прозвучало в традиционной пленарной части Ну а сейчас мы плавно завершаем пленарную часть Мой комментарий по поводу пленарной части Мы готовимся к соку жизни Который вы сможете все попробовать хотя бы виртуально Или узнать, как он готовится Вы сможете посмотреть ролики партнеров Ролики организаций, которые помогли провести сегодняшнее мероприятие И я надеюсь, что на оставшихся двух потоках На первом канале, который комментировать буду я, Алексей Лукацкий На втором канале, который будет комментировать Алексей Комаров Вы сможете узнать чуть больше подробностей, деталей, практических советов Потому как выстраивать сегодня работу соков Выстраивать работу персонала Как реализовывать задачу сока, когда у вас нет ни людей, ни средств, ни квалификации Вот об этом всем мы будем говорить сегодня в течение двух каналов до конца дня А сейчас мы плавно переходим к роликам партнеров Большое спасибо, не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!